В честь дня донора активисты Белгородщины и сотрудники муниципальных образований сдавали кровь для российских военнослужащих. С 9 утра в Белгородской областной станции переливания крови выстроилась длинная очередь из желающих поучаствовать в благом деле с целью поддержать наших героев. Наши ребята хотят быть полезными, полезными тем защитникам, которые отстаивают сейчас рубежи нашей Родины. Ежедневно рискуя своей жизнью, они делают нас свободными, они делают нас защищенными, они делают нашу жизнь более безопасной и спокойной. И мы хотим сделать все для того, чтобы они чувствовали, что ты их поддерживаешь. Для большинства ребят это уже устоявшаяся практика помогать тем, кому это необходимо. Ведь бойцы, которые сейчас находятся в госпитале, нуждаются в многочисленных операциях. И, конечно же, им необходимо возмещать кровопотерю. Для нас стала уже доброй традицией ко дню донора собирать актив общественной организации города Белгорода для совместной сдачи крови. У нас буквально 15 мест, которые нам одобрило учреждение по сдаче крови, разлетелись буквально минут за 15-20. То есть мы даже особо никого и не искали, люди сами откликались. Для того, чтобы стать донором, человек должен обладать крепким здоровьем. Первым делом необходимо пройти первичный осмотр и сдать кровь на анализ. Кожные покровы чистые. Герб с рук бахнет. Насочку приспустите, пожалуйста. Никита Павкин – руководитель волонтерской роты боевого братства Белгородской области. Регулярно с ребятами из своей команды помогает фронту. Мы понимаем, что наша кровь необходима нашим бойцам. Мы делаем общее дело и не сомневаюсь, что наша кровь спасет множество жизней наших защитников. Сдать кровь и спасти чью-то жизнь – это так просто и в то же время так важно. Денис Тремаусов, Сергей Щекалов, Белгород Медиа. Спасибо. Спасибо.